привет друзья с вами вами и это агент за storm это новый рогалик который вышел на прошлой неделе типа вроде бы может быть еще на позапрошлый даже но типа 1 числа или около того и это градостроительный рогалик тут нужно строить всякие деревни и при этом это рогалик это чуть странно звучит но это довольно интересно работает из того что я видел видел я немного я отыграл туториал по сути и после этого я создал новый профиль так что мы отыграем туториал заново но собственно давайте сразу начинать наверное the world is plagued by the blight storm a vile cycle of destruction ravaging everything in its path the only safe haven is the smoldering city where the mysterious scorched queen reigns you are one of her of ice royce a pioneer sent into the wilds past with the step pushing new settlements and acquiring valuable resources for the crown your goal is to help rebuild the smoldering city and secure the future of the queen the subject используйте цифру или мы чтобы перемещать камеру идеально надо мне кажется чуть погромче так что я сделаю чуть погромче типа вот так ну и давайте использовать цифру чтобы перемещать камеру если будете плохо заботиться о поселении королева проявит нетерпение и огнев обрушить на вас короче тут полоска она заполняется постепенно а и если она заполнится то рип если вы честно исполняет свой долг ваша репутация растет что открывает доступ к новым зданием и путь к победе а эта полоска если заполнится то не рип теперь выберите чертеж нажмите на значок в виде короны каждая экспедиция начинается только с нескольких с несколькими необходимыми чертежами по мере накопления очков репутации вам будут выдаваться новые теперь выберите лагерь дровосеков на самом деле он один из стартовых чертежей вроде как должен быть потому что без лагеря дровосеков мне кажется не получится играть чтобы продолжить таймер все понятно построить лагерь дровосеков и исследуйте лес не дайте огню погаснуть можно интерфейс можно интерфейс тут всякие победы и проигрыш там огромные стены текстов тут туториалов и их я не читал по большей части но да так что с большей частью всего будем разбираться по ходу дела но да я могу строить здание пока что в туториале я могу строить очень ограниченные здания лагерь дровосеков и он вырубает лес в этой аудяшки и по сути большая часть карты это лес у меня такой вот маленький маленькая поляна и тут есть еще поляны и до этих полян нужно прорубаться и на них всякие ништяки так что построил лагерь дровосеков вот здесь и мои чуваки пошли устроить у меня есть люди бобры и ящеры в качестве населения так что да это все хорошо указы это местная система квестов как бы что у меня цель построить два лагерь дровосеков и добыть древесину в них и мне дадут награду трех бобров и улучшение что рубка леса стала намного проще производства быстрее 40 процентов водитель дровосеков и также дадут еще очко репутации репутация это собственно то что нужно чтобы победить а ну поскольку мне нужно два водителя дровосек то я поставлю 2 где-нибудь здесь можно повернуть камеру можно повернуть все можно повернуть единственное что нельзя и это очень тупо нельзя перемещать камеру мыши нормально здесь можно либо краю экрана хотя это отключил потому что тупо либо w sd почему блин все делают стратежки где нельзя перемещать камеру зажатия мыши непонятно ну да лагерь построился и теперь я могу сюда назначить трех рабочих я назначу бобров у бобров на деле бонус они прекрасно работают с деревом и в восторге от инженеры так что бобры рубит лес лучше чем не бобры средний кнопка мыши вращая камеру правая кнопка мыши ничего левая кнопка мыши ничего неудобно также могу пометить деревья под вырубку то есть эти бобры они сейчас просто рубит ближайшие деревья я могу сказать что вы конкретно рубите вот эти и они будут рубить конкретно вот этим это удобно и сюда можно назначить там двух людей ящера и сказать им рубите вот эти поляны эти на них всякие полезные вещи и не только на большей части полян вроде как чисто полезные вещи ну или нейтральные вещи просто место какие-то ресурсы и все такое но также есть такие вот поляны на которых не полезные вещи точнее полезные вещи там тоже есть не также там что-то опасно а копив спасибо за подписку второго уровня 68 месяцев ускорю игру пока что мы уже добыли дерево всякое так что можно клацнуть и доставить и мне дадут трех бобров и все такое и следующая цель прорубить пути чтобы открыть поляны назначить пять бобров дровосеками и мне дадут людей и мясо было бы хорошо если бы это был выбор трех людей или 30 мяса и также за то что я выполнил первый указ мне дали здесь поинт репутации и заполнить репутации мне дали новое здание слова вас растет теперь можете выбрать один из чертежей что предлагает вам королева убежище это домики которых эти все бомжи живут сейчас они все бездомные и мне нужно чтобы они не были бездомными так что я построил четыре дома пока что вот так может быть от плохой план стоило это не то что хотел снести интересно как она тратит ресурсы по моему она никак не тратит ресурс в том плане что пока я их назначаю строится бесплатно и типа они постепенно приносит ударец также уметь дороги бесплатные повышают скорость перемещения поселенцев полезно и также со старта у меня есть центральный склад на котором все мои ресурсы и также малый очаг в котором сидит один ящер и он хранитель огня хранитель очага и этот очаг тратит топлива и если топливо у него кончится то все будет немножко нехорошо по идее и не знаю что будет потому что в туториале топлива не кончалось ну да ладно мне нужно сюда назначить еще бобров шестерых подробнее исследование да понятно туман войны открывать и вот мы прорубились до поляны и здесь гнездо буревика мало и источник кореньев мало это просто ресурсы гнездо дает яйца плюс мясо с шансом и она собирается лагерем падальщиков или лагерем охотников можно а источник кореньев дает коренья плюс травы с шансом и она собирается только лагерем падальщиков проблема в том что у меня есть только лагерь древосеков то есть я не могу это все собирать пока что теперь меня нет бездомных чуваков но мне дадут трех людей так что на самом деле мне нужно еще один дом пусть будет вот здесь например мне очень не хватает хот киев пока что может быть они есть но я их не знаю типа вот это вот все можно было бы назначить на всякое там один-два-три-четыре-пять но правда один-два-три-четыре-пять скорость и это было бы удобно мне кажется почему-то нет также отмечу прорубаться туда наверное туда сразу смотри какие ништяки дают разные раз его очага бонус внизу пишется или типа на них нет просто нетерпения крови 25 процентов минус 25 процентов 0 25 процентов множитель или чё ладно бы брал не свободного нет окей мы открыли эту поляну поле льна мало дает растительное волокно с шансом глину без шанса насекомые и нужен лагерь жнецов также можно выполнить указы потому что я прорубился к двум полянам так что доставить и мы получаем людей и мясо и также еще один point и дальше от меня требуется построить воде собирателей и собрать 5 овощей и это даст мне производство плюс один овощи получить дополнительные ресурсы овощи с каждого урожая собирательство посева производства то есть каждый раз когда я собираю что угодно при собирательстве как я понимаю не обязательно овощи это будет давать еще овощи но может быть от не так работает а естественно мне дают лагерь собирателей в туториале дают конкретные здания которые нужны на следующий этап на этот туториал в самой игре насколько я понимаю и насколько я видел там будет типа выбор из нескольких вариантов что взять и у меня не всегда будет доступно то что мне нужно для того чтобы какие-то указы выполнять ладно тут есть овощи так что построим лагерь собирателей очаг уже улучшать можно нужно население нужно украшение что вообще дает это улучшение может быть что-то украшение типа уют украшение я могу строить это гармония гармония эстетика эстетика ну-ка попробуем раз можно пару скамеек сюда пару бочек сюда сойдет она тратит дерево которое просто из леса получаю кстати насчет насчет дерева у меня тут есть панельки ресурсов это еда которая у меня есть пять видов это стройматериал у меня есть один вид но на самом деле их тут много это ремесленные ресурсы у меня есть два вида то топливо не топлива топлива исследования топливо простые инструменты и древесина короче ресурсов тут 10 миллионов видов и также тут есть еще враждебность леса я не уверен а тут есть еще календарь естественно тут тьма подступает нажмите чтобы узнать больше теперь это эффект от враждебности леса это понимаю также тут есть какие-то авто сейвы при которых экран моргает только что это было я не знаю зачем оно так сделано но я так понимаю это авто сейвы просто время от времени экран моргает приблизить можно модельки рассмотреть настолько это ящер это человек видимо где-нибудь есть бобры бобры какие-то скорее дворцы посмотрим достигнут выше уровень то есть он улучшился сам потому что я просто построил эти вещи и теперь а он дает общий настрой плюс два у чуваков есть настроение 21 16 13 их их настрой и это на что-то влияет в первом туториале нет ни на что не влияет но это первом туториале тут мы нашли источник глины если я смогу не выкликнуть мне нужен лагерь каменатеросов и отдает глину медную руду с шансом и коренья с шансом а и также у меня достроилась достроилась мой лагерь собирателей а собирательство считается фермерством земледелием и у людей бонус земледелию и пивоваренью так что отправимся до двух людей так надо наверное внизу тоже куда-то прорубаться еще например вот сюда большая поляна можно будет чем строить а строить я правда типа дома всякие можно строить насколько я понимаю только в этом радиусе вокруг очага ну или нужно еще еще один очаг строить всяким мастерские и удеря можно где угодно строить ну ладно начался другой сезон типа что стало светлее и музыка поменялась так на час у меня до собирают овощи до собрали овощи можно сдать квест и получить еще овощи гигантские овощи и следующее это добыть от глины и получить стальные лопаты и производство глины повышена ну естественно мне дают в данном случае нужный лагерь а и у меня есть глина здесь правильно не верен тут есть кнопка alt чтобы подсветить где у меня какие рабочие есть ли кнопка чтобы подсветить где какие ресурсы как минимум когда я выделяют два гирана подсвечивает ресурс так но может быть есть хоккей который выделяет ресурс это форест панк примерно наверно и не играл во фрост панк так что не знаю но не я чуть-чуть знаю тут меньше нужно есть людей все такое ну да у этого лагеря нет какого-то особого типа особой специализации то есть сюда кого угодно можно посылать я пошли 1 ящик 1 человек он троп отцвечивает она выделя подсвечивает короче непонятно наверное можно зайти в настройки посмотреть просто все хотели которые почему-то на русском на 1 выделить ресурсы и то есть б защита от гнили макей следующее здание в правом макей на б подсвечивает ресурсы сейчас добудем немножко глины выкопаем еще парочку парочку полян мне не нравится как она по краям экрана какой туман делает по дефолту вообще она еще делает размытие хроматическую аберрацию еще кучу вороглазных эффектов типа в центре экрана все видно углы это просто глаза вытекают если пытаешься туда посмотреть но это все подключал но все равно тут какой-то туман по углам это напрягает мы открыли новую поляну кровавый зубогриб малый куст рассадники рассадники и лагерь травников это кстати интересно это лагерь здание уничтожено бураном можно восстановить его или разобрать я могу либо потратить 6 древесины чтобы я в любом случае тратить 6 древесины может быть и не уверен типа я приношу сюда 6 древесины и этим либо восстанавливает лагерь и он сможет собирать ягоды и травы и грибы и тут вполне есть ягоды и грибы а или я могу разобрать от лагерь и получить керамику и тростник я думаю восстановим и нужно сюда рабочих отправить поехали и они минуту его будут восстанавливать изначально написал две минуты от количества рабочих наверное зависит но также что можно выполнить указы на следующий указ мне нужно водить рожнецов и собирать растительного окна и также тут еще появилось что да можно принять новых новых поселенцев эти поселенцы пришли сюда по воле короны какую группу вы оставите здесь наместник остальные продолжить путь к другим поселениям можно выбрать либо по одному всех и 15 зерна либо двух людей одного ящера и 5 овощей 3 кожи и 3 камня по моему в данный момент нет особой разницы ногу по одному всех полянные события логистика это типа мы нашли события здесь а логистика это в каждом здании есть внутренний склад короче она при ресурсе и еще одна поляна открыли и здесь есть малый лагерь и можно либо получить бобра и человека потратив 4 овоща либо можно отправить их в крепости получить 10 янтаря я не уверен но мне почему-то кажется что это какая-то валюта для мета прогрессии лечет такое но я думаю получим бобра и человека отправим бобра и человека получать бобра и человека моим хороший план а у меня сейчас три бездомных сейчас будет еще два бездомных пару домиков и также дорогу вот сюда видимо так янтарь потом для торговли нужен х за что с ним сейчас вообще можно сделать ну вот да туториале я не нашел что можно сделать с интернем хотя у меня вроде было немножко да ладно клади жнецов чтобы собирать такую вот хрень и всякий тростник не нужно построить я построил его вот здесь на этой поляне еще что гнездо желтая за дает насекомых и с шансом еще насекомых и собирается лагерем собирателей или лагерем охотников и тут есть гнездо которое такое же как там малый лагерь бездействует а я не нажал исследовать окей также лагеря можно спокойно перемещать бесплатно чтобы я могу взять этот лагерь дровосеков тут я все вырубил что мне хотелось но теперь я хочу вырубить вот там вот все я могу взять и переместить его сюда память вырубать здесь домики можно перемещать за деньги мягкий знак стоимость 5 всякие более крутые вещи нельзя перемещать вроде бы вообще не знаю зачем мне тут дорога но пусть будет строят дома свободные рабочие которые не заняты на всяких других производствах и всем таком так что чем меньше у меня свободных рабочих тем дольше все строится в принципе это не критично страшно и темно и теперь сюда можно назначить мне кажется собирательство всякого всяких растений должно считаться фермерством но но нет у людей нет бонус к этому все равно назначим людей тут открылась поляна в которой еще один малый лагерь и поле льна в лагере можно получить ящера и бобра гол сколько тут среднем 1 рана хрен его знает я туториалы прошел за пару часов но тут во первых два туториала во-вторых когда пытаешься разобраться как все работает она все-таки медленнее чем когда уже уже знаешь какие кнопки жать а поставлю еще домик и наверное вот сюда еще домик типа это все было бы сильно медленнее если бы я сейчас читал все вот эти стены текста логично не могу это владеть могу перевернуть назначить сюда еще чувака выберите краевой камень а это всякие пассивные бонусы которые время от времени можно выбирать контрактные исследования крыльевской академии нуждается в подробной карте региона и готовы поддержать исследования получить и 20 20 тростника и 20 глины за каждую открытую поляну или же строительные материалы основы для любого поселения производства становится быстрее на 50 процентов кустарная мастерская то есть в кустарной мастерской быстрее производства в этом ранее в этом туториале как по моему нет разницы я возьму быстрее производства и да можно выполнить указы и следующее мне нужно построить произвести точнее доски кирпичей и ткань и за это я получил улучшение мастерской и части и соответственно не дают мастерскую в которой все строится поставим кустарную мастерскую ее переместить нельзя будет вроде бы но пусть будет тут чем рано ограничены тут такая вот полоска нетерпения королева заполняется от того что я ничего не делаю и наверное от каких-то ивентов она быстрее заполняется или медленнее если она заполнится полностью до того как я выполню свои цели то рип пометьте деревья под вырубку она мне надо вообще хочу переместить этот лагерь вот сюда и пометить вот здесь деревья под вырубку мастерскую сделали сюда можно назначить бобра и яща 2 бобров у бобров там что-то было что они восторге от инженерии но наверное кустарная мастерская это не инженерия я предположил и тут производится доски ткани и кирпичи я могу выключить какое-нибудь производство я могу оказалось я могу менять приоритеты видимо может быть не в этом туториале я могу выбирать из чего она делается типа ткани можно делать из растительного окна тростника или кожи кирпичи можно делать из глины или камни доски можно делать только из дерева и пока что они по дефолту будут все равномерно делать насколько я понимаю карта на рандомно кинуться каждый раз до но в туториале нет вроде бы автосейк за что вы такие что будет если сюда бобра закинуть расход топлива меньше но не пока что ящери которые повышают настроение всем это неплохо у нас прибыли новички на два человека ящери или два ящери человек и тут у нас зерно и овощи а тут у нас зерно яйца и растительного окна не уверен что сейчас есть разница опять же тут постепенно делаются всякие кирпичи и ткани можно было бы две мастерских наверно построить чтобы быстрейшего но пофиг а я также отмечу под вырубку вот эти вот все деревья чтобы побольше места было типа деревья полезно вырубать чтобы прорубаться в другие поляны но также деревья можно вырубать чтобы можно было что-то где-то построить потому что они немножко мешают тут источник глины и пласт маха брокколи овощи мне теперь нужны только доски а что выключаю все остальное включаю все остальное потому что доски мы сделали и указ можно выполнить части и улучшение мастерской и последняя последний квест на первый туториал прорубить лес и обнаружить опасные или запретные поляны получить древнюю скрижаль редкий источник зданий который высоко ценят торговцы и сама королева можно найти на опасных или запретных полянах я получу 30 янтаря и пройдут на самом деле ну вот там опасная поляна так что гол переместим еще раз этот лагерь потому что он не достает на самом деле от меня и погнали прорубаться думаешь ли продолжать террористить в отбор хочется платборн террорист по бладборну точно не будет в ближайшее время до пика версии потому что нихрена не помню там половину боссов и переигрывать на плойке не собираюсь ада чертеж а а тут уже тут уже выбор бобровая хатка дом людей или дом ящеров это на 2 человек дом вместо 3 но он повышает им настроение или что такое гау дом людей наверное потому что я могу его построить из тех раз в которые у меня есть мы не прорубились к одной поляне можно верно переместить это и попытаться но хотя еще кто и мы уже не прорубимся наверное бобрые люди не могут жить в мире может быть я могу наверное x3 скорость поставить пока мы просто ждем вот тут заполнился склад типа нет может быть что они уносят отсюда деревья террорист по браткам вполне можно какой-нибудь сделать кто худший чар из моей пальцы текущей все все они в д косые тупые дебилы окей мы открыли опасную поляну тут есть древнее святилище и это древнее святилище у него есть угроза каждые 43 секунды она будет убивать меня 3 3 чаров пока я не выполнил его условия мне нужно ему принести 5 досок или 20 древесины а здесь 5 тканей или 5 кирпичей и плюс 10 простых инструментов у меня вроде все это есть так что я назначу сюда чуваков его высадовать и они не успеют три человека у меня умрут потому что тут уже 25 секунд они должны принести это и потом 30 секунд от все исследовать так что чуть ли ну не не каждые 40 секунд а типа первый раз 40 секунд дальше 5 минут и вот она полетела убивать рип кто-то там еще рипы кто-то там еще рип человек собиратель я сейчас строитель и человек каменать раз нужно значит новых я могу так это сделать интересно интересно и здесь мы открыли еще одну поляну источник глины поле льна и малый позабытый тайник в которой нужно принести простые инструменты или зачарованные инструменты которых меня нет и это даст мне либо овощи и тростник до хрена довольно либо это даст плюс репутацию плюс 05 мне нужно единичку правильно чтобы чтобы выиграть я ее получил в любом случае за квест и плюс 10 интерьер гол так на самом деле двух ящерах сюда исследовать получили еще один кривой камень получать 15 в окна в минуту или 15 яиц минуту и также мы получили еще бомжей возьму ящеров а люди пил пиво варят не в этом квесте люди варят пиво в следующем туториале можно также еще переместить этот водитель древосеков сюда и попытаться прорубить а этой поляне чем можно так аккуратно чтобы как можно меньше деревьев срубить все это мы выполнили получили древнюю скрижаль но я все-таки хочу не сдавать пока что квеста посмотреть что я тут получу половинку до половинку репутации 6 половины я хочу прорубить посмотреть что там будет тут лагерь не имеет поблизости источников глины но можно его переместить туда где есть источники глины он не показывает где у него выход типа когда ставишь она показывает стрелочку какую сторону направлено но когда он уже установлен хрен его знает ваше пиво в другом тату реале до следуйте указом не на это это хорошо я все-таки хочу узнать что тут а потом уже следовать каждое конкретное дерево только один чувак может пилить так что если отмечаю линию в одно дерево шириной то только один чувак этот проход пропиливает а почему не скоро сбила на полтора наверное потому что я поставил хотя и тут всего лишь гнезда и источники кореньев так что ничего интересного всю карту мы по сути исследовали сдаем указ получаем еще 30 центра и все получаем 70 опыта и 10 запасов пищи базовая валюта в королевство можно использовать для покупки улучшения в тляющем городе и едем во второй туториал как насчет идеи называть города именами сабов лень нажмите любую клавишу чтобы начать поселенцы с плохим настроением начнут уходить от вас повышая нетерпение королевы поддерживая высокий настрой вы постоянно поднимаете себе репутацию удовлетворяйте нужды поселенцев им нужны пища жилье разные услуги все это повышает их настрой у каждый раз свои потребности всем не увидишь и плюс земледелия фермеры могут сажать что-то только в огородах для них нужна плодородная почва все звать и высаживаются в первый сезон а уже снимается второй сезон маке построить ферму соберите зерно напоите поселенцев или таверну ок а я могу посмотреть людям нужны убежища жилища людей я так понимаю что это дает плюс 3 бонус наверное типа поеденчики за каждый человек потому что у меня три человека и типа каждый за убежища дает по плюс один настроение за жилища людей тоже три то есть она дает столько же или она суммируется я не уверен копчености печенье пироги наряды отдых религия и все это мои все плюсы и минусы и можно подбодрить это раз почему быстрое лечение не уверен но это дает плюс 5 настроение этой россии минус 5 всем остальным у бобров убежища жилища бобров понятно печенье тоже соленья наряды отдых образование и роскошь и у ящеров убежища жилища ящеров понятно копчености как у людей шашлык пироги как у людей соленья как у бобров потребность в драках и религия как у людей так что какие-то пересекаются какие-то уникальные у людей нет ничего уникального по моему пока что может быть у всех нет уникального потому что там еще есть минимум 4000 раз надо выберем чертеж небольшая ферма может давать овощи или зерно с небольшого пространства огорода поблизости так я думаю то что все не зацепить начнем все зацепить вот так но я три клетки занимаюсь самой фермы а так я одну клетку занимаюсь самой фермы одну клетку не зацепляют плюс огороды полюс дорога я хочу окружить очаг дорогами мне кажется это хорошо по и наверное сразу же не помешает какое-то количество игрок уйдера дровосяков во вторых какое-то количество домиков лагерь дровосеков здесь кстати не совсем удачное место он сможет прорубиться к этой поляне и частично кто и потом можно будет перенести и лагерь дровосеков здесь двум поляна может быть к трем тут блин из-за того под каким углом камеры не совсем понятно типа вот это вот крайнее дерево она попадает в эту зону или нет по моему нет вроде бы нет не ясно также тропа сюда по сюда и также домики домики я не могу строить так что не домики есть глина у меня есть такая хрень у меня там есть мясо матка гладюк мясо плюс кожа и собирается лагерем охотников и нет лагеря охотников вместе воде падальщиков воде жнецов и воде каменосесов ну глину стоит собрать настолько людей нету чтобы на все это назначать их и также у меня был указ изначально построить фермы и огороды 6 огородов я построил 16 мне дают людей и бочки следующее построить два лагеря дровосеков и два убежища и мне дают убежище не знаю почему два если можно построить больше и на ферму мы назначим людей потому что люди более хорошие фермера можно овощи или зерно тут добывать причем базовая эффективность и затраты снижены потому что оборудование здания подходит для подобных задач может быть тогда не стоит овощи сажать правильно если к зерну тут бонус окей сюда бобров естественно и поехали рубить в эту сторону и сюда хотелось бы тоже бобров на их больше нет так что так и поехали рубить в эту сторону и сюда одного ящера можно вообще для настроения нужны кому-то может быть посмотрим и краевой камень плюс к ресурсам производимым на ферме или бочки пять в минуту и не уверен что вообще могу крафтить бочки так что я выберу бочки и также это не хватает материалов да мне нужно дерево чтобы строить эти все жилища и дерево я все потратил ладно да туториал про эти репутации я понимаю также у меня есть панель рецептур где я могу все свои все свои рецепты лучше будет торговый пост но теперь я могу их ограничивать или еще чем такое делать приоритеты менять может быть загрузить сохранить ограничения каждый размер карты типа так довольно здоровая я бы отдалил дальше камеру и показал вот так но я не могу отдалить дальше камеру ладно тут глина и гнезда гнезда можно собирать водерем падальщиков у меня есть водерем падальщиков так что гоу построим его может быть пусть собирают и здесь водородная почва и еще матки гладюк можно задавать приоритеты конкретным ресам что теперь если я хочу чтобы вот это вот гнездо быстрее потратилось чем соседние потому что я там хочу найти по нам она мне мешает что-то построить я могу приоритеты ставить я даже смогу прорубиться туда но не смогу прорубиться сюда и тогда отменим зато смогу сюда хотя указ выполнен я получаю части и бобров и дальше мне нужно лагерь охотников и добывать мясо мясо есть здесь мясо есть там так что поставим этот лагерь охотников здесь наверное потому что тут больше проведем до него дорогу это наверное можно позакрывать пока что и типа на этих полосках настроения есть синее деление если она выше этого деления повысится то она будет пассивно давать репутацию вроде бы так что-то мне ничего особо не строится слишком мало рабочих но новый сезон тут все выросло тут можно назначить кого-нибудь подальщиками но не факт что это хороший план вообще я отсюда ящера уберу потому что ящеры работают с мясом хорошо и лагерь охотников это вполне работа с мясом новички ждут о бобер плюс человек да мне нужен еще один бобер потому что у них не хватает и сюда сразу же и сюда ящеров можно типа вот так вот через alt это наверное удобнее типа вот сюда человека сюда тоже человека блин куда мне деть мышку чтобы она не выдавала всплывающие подсказки окей тут глины и коренья и тут глина и яйца ладно мясо добыли можно выполнить указ получить ткани кирпичи и доски и следующая цель это коптильня и там нужно включить мясо в рецептуру и сделать копченостей я получу набор из строителя строитель может нести больше вещей за раз плюс 20 бочек плюс производство мяса ну гоу построим коптильню которая блин здоровенная настолько места нет можно сюда конечно закинуть как раз добыча мяса плюс коптильня к сожалению по моему эта игра не так работает что они это мясо сначала уносит на склады потом со склада приносит назад по моему может и нет может смотреть обнову в клетках не я и предыдущую не смотрел и по запрошу по моему не смотрел ничуть мешают вот эти вот деревья так что пожалуй так их спилю с этой стороны я перенесу лагерь и прорубимся на эту поляну коптильня построена вот теперь построена можно сюда назначить кого-нибудь ящеров в идеале где у меня все ящера или типа не у меня всего три ящера это нехорошо но тогда пока что пусть коптят люди которые у меня один она пока что пусть никто не коптит но тут мне нужно поменять рецепт потому что по дефолту они хотят коптить насекомых так что пусть коптят мясо лучше можно поменять топливо морской кабачок с нарисованным черепом и что-то кажется что перевод что-то не то имеет ввиду нефть уголь или дерево нового дерева полно и будем коптить также можно коптить керамику и также можно коптить благовония пусть пока что все все активно но я поставлю приоритету копчености выше она не пробовала кстати нет может быть надо когда-нибудь так я уберу одного человека отсюда чтобы не был рабочий строитель что за странная вот от черепах у нас древний очаг можно кстати построить опять же украшений типа уют почему-то бочки и изгороди это уют как-то странно но пусть будут бочки здесь и изгороди здесь это больше чем нужного не будьте правильно ладно тьма подступает эффект времени года общий настрой минус 4 за каждый уровень враждебности прибавляется один заряд этого эффекта ну враждебность леса ноль пока что окей новая поляна ничего особо интересного грибы и мясо наверное стоит в эту сторону прорубаться немножко сейчас вот этот дерево дарубят и можно переместить это сюда и вот так и дорогу давайте достроить и изгородь теперь тут еще колонны круто ладно у меня новички ящера определенно и у меня можно нет ничего нельзя выполнить в касс у меня крыл кривой камень производство зерна плюс один за каждый 25 цикл производства типа это стакающийся бонус или просто за каждые 25 я получаю один бесплатно не уверен наверное я лучше возьму эффективную варку это понятнее что пожертвовать дает в особо тяжелые времена вы можете жертвовать очагу дополнительные товары чтобы временно получить положительные эффекты разные товары дают различные улучшения увеличение скорости производства снижение враждебности и так далее древесина 40 в минуту снижает враждебность уголь тоже снижает враждебность морской кабачок скорость полянных событий увеличена на 25 процентов и нефть скорость производства увеличены на 25 процентов я пожалуй не буду так сюда можно еще ящера назначить еще человека назначить пусть коптят быстрее так наверное хочу еще вот это вот переместить сюда и прорываться так и потом так и в идеале еще так но это нужно с другой стороны я пока что не хочу трогать враждебные опасные поляны тут есть какая-нибудь мини карты или чё-нибудь такое не вроде нет мы открыли поляну в которой еще гнездо желтая за поле льна и плодородная почва и можно выполнить указы и дальше варка эля пивоварня включить бочки в рецептуру и получать эль это дает грибы бочки и доски ящери уже довольно таки интересно почему бонус хранителя огня удобства лагерь непонятно у них меньше всех кстати настроены при этом они уже и мы меньше всех надо видимо не ясно ладно чертеж пивоварни я думаю вот так вот как-нибудь это переместим типа у них копчености плюс убежище доступно тут тоже копчености плюс убежище но но все как-то сильно хуже одна еда так ну гол пивоварню хрен его знает куда вот сюда можно тут много свободного места и мы будем делать эль в бочках и соленья в бочках почему нет и набор из лаков из корней или из грибов или из овощей овощей как-то больше всего а тут кончилась глина у нас есть глина вон там наверно сюда тоже дорогу стоит провести не то что я хотел грибы в бочках соленья в бочках людей тоже в бочке а как там пироманта звали в первом дарте еще мясо и поле льна и пивоварня построена у людей был бонус к пивоварству но также блин у меня очень очень недостаточно рабочих нет доступных строителей не я понимаю можно одного бобра отсюда убрать я также есть бездомный ящер и бездомный человек так чтобы убежище можно так и ко мне как раз пришли новые люди два человека плюс бобер или просто два человека я только что жаловался что мне не хватает не хватает людей смысле не людей конкретно но вы поняли рабочих мне не хватает наверно вот это вот все можно уже не спиливать разве что так а полоска нетерпения понемногу растет правда она вроде ничего не делается в себя ну ладно я думаю я проведу дорогу видимо так нельзя провести дорогу по грибам а грибы эти собираются травниками которых у меня нифига нет правильно так что их даже забрать не могу ну посмотрим дома вроде есть эль вроде производится он по 15 сразу варится фига и можно его варить из зерна или из корней сюда обратно добавлю бобра и снялся отсюда и не убирал какие мы прорубились сюда я не успел обратить внимание видимо тут глина и еще корень полезно но не совсем то что хотел тут найти также почему когда выделяют для сноса деревья нам не показывает радиусы дровосеков это прямо очень странно ну ладно делаются соленья тут злаки блин надо было предотвратить если древе выделились желтым ладир достает серым нет но это когда уже прокликнул типа да но но это неудобно у бобров падает настроение и теперь снова растет и мы вскрыли еще одна поляна на которой ничего нет блин а можно мне поляна на которых там заброшенный лагерь какой нигде можно себя чуваков набрать или какое-нибудь здание где можно здание себя халявное получить или еще чем такое я нельзя пусть несут вот так тут кусок потому что он мешает строится а потом их перемещу этот рабочий получает плюс 5 к настрою от того что он работает в том месте который ему нравится или что не мастерство имеет шанс удвоить производство непонятно окей плюс кривой камень плюс новички плюс кривой камень и плюс указ все одновременно два бобра и человек или два человека и бобер бобров у меня достаточно чтобы рубить лес так что больше людей тем более тут более разнообразные ресурсы дальше производство мяса получить дополнительные ресурсы мяса с каждого урожая собирательство посева производства то есть каждый раз когда у меня собирают урожай на ферме я получаю мясо окей или каннибализм получить ресурсы мяса 30 каждый раз когда поселенец умирает или уходит он точно уходит надо или или собираются уходить я думаю сети уходит и больше не приходит до следующая цель таверна и отдых нужно построить 20 отдыха я получу двух бобров и инструменты и бочки мне нужно чертеж таверна пусть будет тут же и на нее не хватает досок то есть мне нужно еще кустарная мастерская и строить все эти вещи тоже досок у меня аж целая одна может быть стоило это раньше сделать как эти домики стакаются что можно сделать один мега домик магир падальщиков не имеет поблизости ресурса пусть будет здесь так и тут мне нужны только доски так что остальное пока чтобы выключаю и пусть бобры делают доски считается ли это что они работают с деревом ясно что можете посоветовать для знакомства с этим жанром чтобы сразу не напугаться не бросить банишь может какой-нибудь я его немного тыкал он мне показался очень простым ну а так это в принципе норм но тут сложнее чем большинство подобных игр мне кажется анну какой-нибудь но я не играл так что точно не скажу уже большие полянки открывать такие но я хотел вот этих вот кстати переместить дорогу сюда и как перестать бояться повтор кинул поиграть в нее но факторка это не совсем такое тетка нужно а да действительно блин мне казалось что только доски я поставлю лимит 10 мне 20 чтобы они строили доски до 20 и потом переставали строить дождь окей плюс новые жителя видимо не каждый сезон просто приходят а мне не помешает дополнительный ящер хотя с бобрами мне особо делать нечего но ящерков у меня прям совсем мало а и у меня два бездомных так что надо блин я потрачу дерево на то чтобы это развернуть потому что мне это не будет так работать это будет работать так что она прикольно смотрится но при этом я не уверен что это будет так работать из из-за того что выход дома втыкается в другой дом хотя у меня больше всего людей и бобров тут все еще прорываются она 1800 нормально а то я только 1404 пробовал я абсолютно везде и абсолютно всегда это всех слышу что 1404 это там самое лучшее и лучше ничего нет вот я воде охотников не имеет источника переместим вот так же можно построить дом людей вот здесь и в таверну наверное нужно назначить людей считается ли это наверное это не считается пивовареньем так что людей бобра и в тавернах можно превращать эль в отдых и превращать тренировочные снаряжения в потребность в драках и и так же что-то каждый вечер климен рассказывает истории о былой славе и днях до великой гражданской войны общий настрой плюс 3 эффекты одного и того же служебного здания не складываются я не понимаю но окей страшно мы нашли саню источник глины большой гнездо желтая за плодородная почва монолит с надписями средний позабытый тайник и дырявый котел он через десять минут уничтожит все посевы злаков и еда имеет ужасный вкус из-за вредных веществ из дырявого котла общий настрой минус 8 и типа пока я его разбираю это дает минус шестьдесят процентов производства и сбор еды и чтобы его разобрать мне ничего кроме этого не нужно то есть просто пока теперь эти три минуты у меня будет штраф и все видимо так я получаю сосуды из красы ящики хрустальной росы и инструменты или отправляю в лагере получаем милость королевы окей идите разбирайте 2 30 я вскрыл еще одну поляну ой здесь лагерь с выжившими овощей у меня не так много я принесу им грибов и линия яйца так что тут еще монолит с надписями гармония льет но не заливает будто сама земля жадная выпила от последней капли это вечное проклятие и можно в этот воде переместить тут много глины в принципе далековато можно как раз на новую поляну и переместить нет доступных строителей нет понятно тут еще позабытый тайник который дает плюс скоро специально спасибо типа как пассивку и морские кабачки которые мне все еще кажется неправильным переводом но хз и набор товаров а чё произошел был звук что что-то случилось видимо это случилось я получил поселенцев один бездомный задание еще дали далее здание и задание да я понял временный пост может производить набор из лаков наборы пайков или наборы стройматериалов допустим и также можно выполнить указ и получить еще бобров и пройти квест окей рик я случайно но я получил новое улучшение крепости дожди сборник мостовые лагерь травников сосредоточиться на мясе кривой камень атьфак про низные силы священного помню враждебность от дровосеков снижается 4 во всех домах на один больше мест кривой камень гидрант ок ну вот я хотел доковырять котел ладно мир это огромное постоянно меняющееся место в его сердце лежит тляющий город ваша цель как наместника помочь восстановить его и обеспечить будущее подданных королевы используйте собранные ресурсы чтобы построить обсидиановый архив в тляющем городе купить улучшение метапрогрессия вон сколько метапрогрессия и на нее три разных ресурса тратится видимо обсидиановый архив основная характеристика нетерпения королевы растет на 2 процента медленнее просто пассивно и и также место где хранятся записи о величьих наместниках прошлого открывает акты и у меня есть еще 10 запасов пищи так что я могу открыть либо получать на 10 процентов больше ресурсов когда завершаете поселение то есть когда я выполнил все квесты я вот этих утрясов больше получаю правильно либо начальные улучшения все виды топлива горят дольше а тут было нетерпение королевы растет медленнее также вы можете выбрать начальное улучшение начиная построить поселение камень или глина вот такое не уверен что это что это значит много такое и акты это ачивки условно это квесты на опыт и также на анлоки также там есть ежедневная экспедиция но она пока что недоступна короче она вот здесь открывается но хорошо а и теперь туториал кончился вроде бы этот мир находится под властью вечного цикла огневой бури она уже рядом поэтому караван не пускают нажмите на кнопку в правом нижнем углу экрана чтобы завершить цикл может быть открытый контент но я не уверен собрана потрачено уровень 2 приближается гневая буря поселение заброшенные жители возвращают в крепость мы готовы отправиться в самостоятельное путешествие выберите любую клетку на карте в начальной области и типа я могу выбирать где строить следующий город тут есть плодородные земли на полянах можно с большей вероятностью найти плодородную почву но также у у любых клеток есть какие-то эффекты с в левом верхнем углу и также награды меняются в зависимости от того где я селюсь алый сад королевские леса гриболесье королевый лес вот сюда тут 16 награда на соседних с этой штукой клетках чтобы начать игру вы должны сначала снарядить караван который заложит основу вашего города так что я выбираю своих стартовых бомжей и стартовые ресурсы правильно но хотя они чуть разные несколько поселенцев 2 несколько поселенцев 2 то есть плюс 2 к этим тут 8 людей все тут 7 бобров и один человек я возьму бобров бобры лес рубят и третье мне недоступно видимо нужно нужно эту прогрессию затем выберите сложность чем выше риск тем больше награда но берегите неопытный наместник не продержится долго на высоком уровне сложности первых проходят необходимо больше очков репутации а также используйте все свои начальные очки чтобы взять дополнительные товары наконец-то вы готовы отправиться в самостоятельное плавание помните что вы их здесь всегда экспериментируйте и адаптируйтесь будет вам благосклонен бурон наместник 1 бобры плюс люди итоги это то что я получу это меняется до типа тут становится 14 очков репутации нужно чтобы победить то есть большие сложности это дольше играть большее кроме самой первой награды тоже растут от сложности и также модификаторы на этой локе плодородные земли и также рубка леса намного проще на 15 процентов быстрее и также а старыми на скрип подробно описывающие забытые огненные ритуалы топлива очка горит на 25 процентов дольше и кроме этого тут два положительных бонусы 3 отрицательных и это от сложности меняется я думаю два положительных 3 отрицательных это это нормально и тут есть деревья которые дают древесину медную руду или не наверно тут не деревья просто базовые ресурсы такие есть или что потому что мне кажется что деревья не должны давать медную руду но может быть я чё-то не понимаю и также тут есть природные ресурсы тростник камень коренья яйца зерно травы ягоды морской кабачок и медная руда то есть типа тут нет глины получается например ну раз ее нет то можно ее взять наверно также это все мои все мои начальные очки тратит погнали дополнительные товары чертежи или улучшением тут только товар к сожалению зачем очки тратить но по идее тачки конкретные спаун то есть это не какие-то общие или это общие очки или это вот эти вот 2 но сейчас выясним путь во время капели почва насыщается эссенции дождя источники ресурсов истощенные во время капель дают плодородную почву типа если я докапываю рез и в правильный момент это дает плодородную почву это по моему довольно бесполезно также свежий ветерок освежающий поток воздуха поднимает настроение поселенцы с удовлетворенными основными потребностями охотнее работают активно следующий сезон капель активно при уровне враждебности 0 то есть если он выше то она не активно поселенцы этим эффектом передвигаются на 20 процентов быстрее чтобы это избежать точно избежать удовлетворить следующие нужды разнообразная пища 1 жилище 1 1 перевод как-то не совсем по моему а тьма подступает это стандартно минус 4 настрой во время брона также ползучие тени когда во время бурана открывается поляна общий настрой снижается на 10 на 3 минуты при уровне враждебности 1 перегрев таком климате машины быстрее перегреваются с вас берется из краса каждый буран умножается на количество лет если вы не можете заплатить скорость производства снизится на 15 процентов с уровнем враждебности 2 окей и молния поселенцам необходимо создать импровизированные громоотводы в начале бурана заплатите медную руду умножается на количество лет если вы этого не сделаете мол не разрушит три здания но это при уровне враждебности 3 и также это все то что у меня было поехали жертвование враждебности лесные тайны погнали чертежи кухня производит шашлык печенье и краску или пекарня производит печенье пирог и керамику или дождевая мельница производит муку цветки и наборы стройматериалов а мне кажется что для всяких пирогов и печенья нужна мука а для муки мне кажется нужно будет только зерно правильно так что мельница мне кажется более хорошим планом не производит краску но почему нет кухню бери шашлык простой рецепт было бы хотя да было бы удобно я могу посмотреть шашлык это овощи или яйца или корень или ягоды плюс что-нибудь мясное печенье это мука плюс что-то окраска это насекомые уголь медная руда или ягоды так а пекарня тут нужна мука тут нужна мука на керамику ничего особо не нужно но допустим а мельница тут нужно просто зерно кожа плюс краска или вино наверное кухня это вариант дальше второй чертеж кирпичный завод кирпичи керамика и хрустальная роса камень есть на этой карте травы наверное тоже найдем смола точно есть на этой карте плюс из краса которую непонятно где брать добывается в дожди сборник ну и кирпичи и керамика это вполне полезно каждый производственный цикл увеличивает уровень гнили на здании на два процента что ткацкая мастерская ткани тренировочное снаряжение набор товаров сушильня уголь кирпичи и копчености простой рецепт кирпичей уголь уголь просто из дерева это более эффективное топливо нужно ли мне более эффективное топливо но попробуем лагерь собирателей лагерь охотников тут нет овощей монтация дает ягоды и растительные в окно с ближайших огородов нет насекомых овощей так что собиратели мне кажется не очень полезно зерно наверное можно и какими другими способами получать мясо и насекомых тут тоже нет я думаю плантаться интересно если вообще вроде бы есть тут огорода должны быть может быть может быть нет что у нас сразу есть у нас есть яйца корни и камень водитель дровосеков воде рожнецов не помогает яйца и корни может собирать пусть собирает и дровосеков это все опасные рощи можно не опасных сначала дровосеков сюда тут не опасные рощи только с одной стороны поляны не рощи вы поняли ладно а все-таки хочу я не хочу потому что камни я хочу вот так вот попробовать построить плюс каменные мостовые тратят камень да но дают больше скорости я думаю так покажет на взапилке можно выставить чтобы они не открывали поляны без твоей прямой упаски чтобы получить они не задушили на ползучие тени сейчас не активны правильно нужно сначала враждебность поднять надо так сюда бобров наверное так сюда людей бобры медленнее топлива тратит а люди что сейчас не узнаем что люди делали что-то прорубаемся ту сторону наверно в эту сторону ближе люди медленнее растет нетерпение крыльев так и что у меня крылья камень производства трав и кореньев плюс один за 75 печенья типа 1 хорошо древний способ выращивать грибы производства грибов увеличена на один за каждый 25 цикл производство можно отклонить на самом деле это это странно не могу на этой менюшке посмотреть могу закрыть правильный и как мне посмотреть какие резы есть на этой карте или никак уже когда я на нее уже пришел а тут есть травы тут есть коренья тут нет грибов так что очевидно такое больше подкни на это почему у меня 0 из 8 поселенцев по моему тут что-то не так так же тут теперь первых 14 нужно репутация понятно во вторых не на каждом левеле что-то дают это печально дома не достроились она в домах считает ладно тут должно находиться не менее 8 поселенцев но допустим а я думаю построю еще один лагерь древосеков здесь же потому что в ту сторону мне не хочется прорубаться а так можно будет быстрее прорываться в одну сторону выберите указ и остальные открываются по времени цель пережить полянные события или цель восемь поселенцев убежищах и добыть 20 дерева это очень легко и тут я получаю трех новичков 20 грибов и пять досок а тут я получаю копчености части и четырех новичков мне кажется это сильно проще выполнить за полянные события тоже как бы это это рандом они типа на прошлой карте мне вообще под конец только встретилось что-то выбрать дальше второй указ пробить пути чтобы открыть поляны или собрать 35 дерево отдает инструменты производства глины производства камня пассивно мне все-таки кажется это перевод кривой она имеется ввиду что каждый раз когда я собираю камень я собираю на один больше и все они то что собирательство посева производства тут новички но пассивный эффект мне кажется полезнее и две поляны это быстро и легко и здесь цель сохранить и настрой бобры выше 18 в течение 30 секунд и это даст мне еще 2 бобров или же наборы стройматериалов набор из лаков и наборы пайков и это даст мне дополнительные ткани дополнительное зерно это сложно на самом деле может быть можно пока что его не брать правильно и потом посмотреть то что я сейчас вообще не уверен могу ли я крафтить эти все наборы у меня точно нет зданий на все это выше 18 настрой наверно несложно поддерживать но тоже нескоро также построю дорогу вот так и также я поставлю приоритет вот сюда чтобы они собрали вот этот конкретный корень чтобы я мог соединить дорогу так и сюда еще бобров и прорываемся к этой поляне из временной пост который может производить все три нужные вещи стройматериалы злаки и пайкида есть принципе я могу это все сделать ты можешь закрыть панель заданий посмотреть рецептах что ты можешь как там показывает рецепт даже не построенных зданий если они у тебя уже открыты ладно я думаю мне стоит такой хрень построить и вот этот камень приоритетно собирать хотя открыли одну рощу медная жила тростник и яйца я ускорю игру пока что и закажу еще домик откройте торговые пути откройте контроль потребления это все мета прогрессе ну вот кстати полянные события видимо можно получить насекомых и мешки муки или можно получить репутацию и янтарь кроме этого тут еще медь тростник и гнезда а выполнилась да можно доставить и получить апгрейды полянные события там же было правильно вторым вариантом или здесь у меня почти заполнилась враждебность дровосейки и и очень сильно повышает построить торговый пост пораньше это интересно механика я я потрачу шесть инструментов мне всего их 6 до хочу я потратить 6 инструментов сейчас пока что подожду атаковый пост был здесь здоровенный чертеж коптильник кладовая или пивоварня у меня много бобров и бобром нужны не копченость а соленья вроде бы любимая еда бобров можно закрыть и посмотреть непонятно также эль людям вполне в тему это не то что хотел и отдых тоже бобром нужен так что до пивоварня мне кажется тут более хороший вариант так тут 9 из 8 а и у меня должен был выполнить указ и это еще плюс 3 новичка и грибы с досками доставить мне нужно сильно больше домов чем чем у меня есть и чем есть возможность строить потому что у меня места нет чтобы эти дома строить так как я хочу по крайней мере ну допустим так а я на самом деле перемещу один из этих лагерей в эту сторону поставлю избегать открытия полян потому что не хочу чтобы они туда прорывались пока что отмечу вот эти вот деревья потому что они мне не нравятся хочу ли тратить инструменты у меня больше их нет ну видимо хочу открытый полян тоже повышает враждебность не ну да но при этом они также дают всякие ништяки так что наверно стоит их всем открывать плотницкой доски простые инструменты я думаю да из чего простые инструменты делаются дерево плюс слитки меди из чем не делать слитки меди уровень гнили здания на 4 процента повышает окей а так или я еще не умею делать слитки меди эти ручки не сделают так синие кирпича это печально а синие кирпичи из чего тут их тоже как-то нет надо если что торговый пост и на торгуем может быть go пару четыре скопейки там напротив ну кстати вполне в тему ну да go торговый пост вот сюда куда-нибудь не так снести в обмен вы получите ни хрена и он него вроде бы ничего еще не потратил если я правильно понимаю как это работает вроде бы торговый пост такого же размера правильно да идеально новый чертеж новый чертеж новый чертеж новый чертеж новый чертеж а когда мне дают краевые камни о плодородная почва это полезно и поле болотной пшеницы и источник трав пшеницу собирают собиратели болотные травы наверное у меня лагерь травников блин но я хочу у меня нет ни собирателей ни травников хочу плантацию построить здесь тогда в идеале вот здесь то есть чуть-чуть спилить деревьев и чтобы чуть-чуть спилить деревьях мне нужно переместить вот эту хреновину вот так позакрываю эти подробности бездомных нет безработных парочка но это так и надо это все еще она почти собрали кстати 2 из 15 осталось тут убежище мне интересно почему нигде не показано сколько у меня свободных мест моих домах типа сейчас у меня 13 жителей и сколько получается 1 2 3 4 5 6 7 домов на 21 жители но почему это нигде посмотреть нельзя нормально окей плантацию а вот сюда огороды а вот сюда чуть если я до соберу эту хрень правильный сезон то это даст плодородную почву на меня тут нафиг не нужно так что зачем иконки здание в меню построить написано сколько их все построено ну как бы это все равно это нужно считать почему нет надписи что типы вот столько-то свободных домов это наверное можно уже переместить хочу ли я вскрывать эту поляну или вскрыть одну из больших на самом деле мне слегка хочется вскрыть одну из больших опасных полян но может быть это плохой план но я перемещу этот лагерь вот сюда сделаю вот так чтобы ее не вскрыть но почти вскрыть и потом когда сезон сменится вскрою торговец в пути можно срочно вызвать его и торговец не придет из-за борь так что нельзя сельскохозяйственные чертежи пищу и различные особенности для ее производства хочет приобрести пищу ремесло ремесленные стройматериалы тут рясы выкопались теперь вскрываем торговец все еще пути можно срочно вызвать это что потратит заплатив нетерпением понятно сюда можно человек назначить мне бы жители еще но мне бы всегда жители еще ага новички ждут как раз можно взять двух ящеров и двух бобров и уголь или двух людей одного бобра но поскольку количество жителей мне кажется достаточно важным в данный момент я возьму то где больше так же во всех домах на одно место больше или же набор инструментов для извлечения артефакта получить два артефакты за завершение опасных или запретных поляных событий это мета прогрессия и по два получать для каждое событие мне кажется довольно довольно круто но также по моему они мне пока что вообще не нужны а места в домах это вполне круто какой режим сложности второй за каждые два да наверное нужно каждые два события но все равно наверное здесь можно их там штук десять выполнить получить 5 раз по два артефакта но я пока что возьму больше места то что я не знаю нахрена мне эти артефакты в данный момент окей указанного пока что нет через минуту а сезон сменится через три минуты успеем ли мы прокопаться так что у меня еще есть кухня убежище дожди сборник у меня есть который производит искр осул которая мне для чего-то нужна была для какого-то из этих ивентов для перегрева так что это надо когда-то построить можно сейчас какие у ящеров особенности в плане вот это они не внушают доверие им нет равных в охоте и производстве мясных изделий из-за холодной крови ящерам нужна теплая среда для успешной работы мяса на этой карте особо нет нет немножко нехорошо торговец торговец так я могу продавать можно напасть на торговца окей это можно особенности покупать обсидиановые серпы сбор уже урожая быстрее острые серпы производства плюс один травы с каждого урожая или вместимость всех зданий увеличена на 10 и также могу покупать просто ресурсы надо ли мне что-то из этого и хочу ли я что-то из этого продать пока что самом деле нет я наверно рноват построил торговый пост но также они построил потому что я может быть хочу медные слитки или еще что-нибудь такое в какой-то момент ничего из этого мне особо не нужно по моему так что обойдемся обойдемся я не могу выбрать следующий указ пока я не выберу этот или пока я не выполню этот яйца считаются как мясо для ящеров ммм окей тут бонусы полезнее но хотя два бавра это норм короче как вот такое здесь два указа набор из лаков или больше жилья у меня пока что нет 16 поселенцев а здесь награды плюс к ресурсам на плантации по сути остального у меня нет это проще выполнить ну пусть будет так а здесь обнаружить опасные или запретные поляны я сейчас одну обнаружу тут 50 зерна это даст пять людей плюс благовония плюс кирпичи проблема в том что зерно я не могу добывать в этом ранее смысле не могу его на фермах добывать а но вроде есть понемногу просто так на локации правильно типа вот зерно 15 но типа не факт что 50 не собираю таким образом а на плантациях ягоды и растительные волокна только ну у тебя 17 жителей уже а ну это это к предыдущему короче я выберу такое угу то есть это прям вообще выполнить сейчас и даст мне еще жителей так мне нужно этих жителей куда-то распределить сюда бобра пожалуй вместо человека сюда бобра вместо человека в дожди сборник бобра просто так сюда 2 человек на плантацию и пока что двух ящеров отправлю на тайник не нет проблем потому что он тратит все мои инструменты вдруг мне тут сейчас понадобятся инструменты так же можно мы все таки или стоп или когда она так стоит то они не открывают даже по моему приказу видимо да видимо не открывают даже по моему приказу окей что у нас здесь тростниковое поле большое источник кореньев малый место рождения камня малая медная жила плодородная почва это хорошо маленькая ферма с привидениями средний позабытый тайник и тотемат отрицания перед поселенцами появляются ужасающие призраки общий настрой меняется на минус 3 каждые 50 секунд у меня да сюда нужны инструменты но у меня их не хватает все равно но это эффект или я выбираю ну нет я не выбираю но это эффект пока она активна пока я пока я разбираю эту ферму правильно или восстанавливаю то есть пока я не трогаю она мне не дает никаких минусов то что это в требованиях они в пассивках каких-то хорошо а вот здесь да здесь угрозы через десять минут эта хрень активирует постоянное событие вокруг тотема жертвоприношения сгущают стучи продолжительность бурана увеличивается на сто процентов продолжительность капель и светила уменьшается и так же даст дополнительный поинт нетерпения и мне нужно либо 6 инструментов потратить либо 13 смолы которые у меня нет либо 13 нефти либо 13 угля которого у меня довольно мало я думаю инструменты и во время этого рыбники ненавидят огонь они готовы на все лишь бы истребить каждую искорку в мире невозможно жертвовать имущество очагу пока работает это и можно разобрать или очистить дает прибавку к общему настрою или получить кучу благовоний грибов и тканей тут прям куча благовоний грибов и тканей ограничен ли у меня центральный склад или типа сюда можно бесконечно складывать рясы ну что если ограничен то может быть я не хочу настолько дохрена всего этого вроде нет не ограничен ясно тут тоже написано тут не написано что дает улучшение в общем настрою так что может быть все таки я хочу очистить его блин сложно мне не особо нужны все эти вещи прямо сейчас так что очистим ящери человек так а здесь средний позабытый тайник кирпичи бочки наборы товаров либо же такой сети и хлам надо так тут уже почти все спилили что можно было ну я не знаю куда еще переместить это или просто продолжать спиливать пока что пусть продолжают спиливать этот лес так что на самом деле я это перемещу вот сюда это была плодородная почва видимо пусть они вот это вот спиливают а тут кончился камень ну у меня есть камень вот там окей что у меня по всяким указам я могу доставить это и получить еще немножко людей и овощей мне нужно открыть еще одну опасную поляну и производить всякие наборы для производства наборов мне нужна такая хрень я могу ее да я могу ее так посмотреть это делается из коренев это делается из трав это делается из досок или еще куча всего а на корене у меня есть овощи тоже так что это вообще изи ягоды и травы у меня вроде бы добываются правильно не ягоды и растительное окно а травы можно на этой ферме может быть нет но можно производить хрустальную росу кстати все пивоварня производит набор звуков выгоднее чем временный пост не ну да но она производит только набор звуков и также на нее нужны всякие доски кирпичи и прочие нехорошие вещи наверное мне нужна кустарная мастерская для начала чтобы производить доски и прочие вещи сад трав может давать корене и травы с ближайших огородов лагерь собирателей овощи зерна насекомые или лагерь травников травы ягоды грибы а тут у меня есть травы и пшеница на много тростника этого одержнецов которые у меня и так есть как бы у меня не особо есть что можно собирать этим и не особо есть что можно собирать этим но также у меня нет плодородной земли чтобы сад трав построить ну чуть-чуть есть и она бывает на этих локациях что нужно шахта вообще могу сюда просто воткнуть от сад трав рядом существующей фермы с привидениями ну или я могу прорубиться до чего-нибудь и что-нибудь еще получить я думаю сад ладно и от храни еще две минуты очищается эффект что нельзя жертвовать имущество очагу но это и так не делаю особо вот сюда бобра и ящера например бездомных нет все норм так же у меня есть кухня я в принципе могу производить кирпичи и доски выгоднее чем в кустарной мастерской скорее всего правильно но что-то вообще с каким-то минусом а тут две звезды и тут одна звезда на кирпичи но для этого мне нужно сначала произвести какое-то количество всего этого ладно перенесу вот это вот чуть правее чтобы туда доставала можно еще немножко дорогу так вот наверное так игра еще в раннем доступе она только-только вышел в ранний доступ так а следующий торговец сырая пища базовые ресурсы ремесленные стройматериалы также немного простых чертежей разных особенностей через 8 минут а указов там новых еще нет нет через 7 минут но также не смогу их взять пока я нахтение я выбрал все так что смогу потерь ткани мы будем делать охранного знает из чего потому что у нас но не растительного окна производится тростника тоже полно кирпичи из камня вместо глины а для тростника нужно воде рижнецов правильно пока что сюда пассивные эффекты плюс 3 общий настрой можно перенести нет жаль сюда человека это настроение у всех немножко падает ну или не немножко тьма подступает лесные ужасы печально у ящеров вообще ничего из их желаний тут у всех вообще ничего из их пожеланий не выполнено что мне нужно нужно поставить здесь лимиты наверное так пивоварня может быть пивоварня дает соленья для бобров или который потом таверну еще нужно и это будет для бобров и людей и соленья для бобров и ящиков кстати окей также у меня есть кухня которая производит шашлык из чего насекомых у меня какое-то количество есть всего этого вообще вообще без вопросов печенье не смогу нормально делать краска но ладно откуда у меня насекомые что-нибудь из пассивных эффектов дает мне насекомых деревья по моему может быть дают мне насекомых нет это не дает мне насекомых короче видимо насекомые у меня просто из того что их изначально какое-то количество получил яйца в принципе дают мясо тоже не сильно помогает короче ничего здесь у меня нет на шашлык яйца тогда бочки производится в автоинструментов короче они много где производится но у меня ничего из этого по моему нет или есть типа чтобы крафтить соленьей и эль мне нужны какие-то какие-то сосуды для них правильно которые я нифига не могу производить в данный момент у меня наверное есть какое-то их количество со старта но кстати нет тут можно делать уголить кирпичи но с копченостями опять же проблемы короче я думаю пока что я построю плотницкую чтобы более эффективно делать доски и можно чуть-чуть сделать простых инструментов насколько их хватит и наборы предметов роскоши и звена почему нет тут тогда можно будет отключить потом доски но это нужно сначала построить так ладно эта ферма может производить овощи зерно и хрустальную росу из краса у меня есть правильно но у меня еще нет сорока ладно количество производимых товар наборов товаров увеличивается это полезно металл и руду я не произвожу так что явно это и также еще люди 5 что так что так наверное вот этот вариант ящеров у меня 3 бобров у меня очень много большая часть моего населения это бобры и это даст мне еще 2 бобров я думаю да концентрируемся на бобрах окей и у меня все еще нет бездомных это хорошо мне все еще нужно наборы всякие строить мы с этим разберемся сюда можно еще бобра добавить кстати это инженере и бобры вполне мне хороши в ней сюда тоже бобра и отсюда убрать бобра сюда добавить и тут тогда можно выключить доски и попробуй через панель инструментов настроить там удобнее чем домики тыкать в смысле через ресурсы или чё но нужен ли мне такой лимит вообще да вот с ним иконку а тип так понятно тут закончился водитель падальщиков корень кореньи дают также травы а яйца дают также мясо еще сюда ящериф закину в первых а вторых перемещу пусть собирают тут яйца инструментов у меня вообще нет так же это неудачное место для этого дома то же самое жнецы у меня есть они добывают только только такое с камнем тоже все понятно с дровосеками тоже все понятно ладно хочу я все таки сад трав построить о сушильню и делать в ней кирпичи более выгодно это делает два кирпича из четырех глины это делает два из шести но не глины а камня ну и плюс копчености людям и ящерам которых у меня не то чтобы особо много ну так что ящер сюда и пусть где еще у меня ящера сушили не один здесь 24 где мы четыре ящера мастерской может быть да сюда людей сюда ящера мне нельзя только в буран прокапывать так что пока что я думаю я открою от мелкую поляну это мне нужно переместить мне тоже нужно перевернуть тут у меня уже близко из краса так что можно будет что-то с этим сделать три минуты меняется на минус 3 то есть это ухудшается на 3 правильно то есть это не это не то что он становится из 21 минус 3 а это он становится из 21 18 правильно непонятно но новые указы цель продать с помощью торгового пути или торговца товары стоимостью на 25 и получить 20 из красы или же сделать 20 нарядов это даст производство нарядов это также даст производство кожи которую я не знаю где брать а тут торговцы будут ехать быстрее строитель может нести больше и три сеансы дикого пламени наряды нужны бобрам и людям правильно но как они крафтятся могу ли я их крафтить вообще или они не крафтятся ну-ка если показать все шерсть шерсть это наряды но у меня нет никаких из этих зданий так что это немножко не получится выполнить а вот это вот вполне получится еще один указ цель 10 людей и 30 настроил этих людей или же 15 стройматериалов что мне кажется в миллион раз проще и мне дадут слитки меди которые мне были нужны на инструменты и скорость поселенцев да мне нужно строить наборы мне прям сильно нужно строить наборы и они делаются стройматериал только тут правильно только в на временном на временном посту и и и и и и буран буран через три минуты за три минуты я не успею прорубить свечу одну опасную поляну также как-то она нехорошо себя ведет в плане фпс когда я скролю карту и это странно тут приоритет набор стройматериалов который делается из досок или из медной руды которыми некуда девать но блин 10 доска то как-то нехорошо меня не конечно производится они не особо быстро производить у ящери до докачались до нормального этого почему им так мало нужно настроя чтобы у них 15 нужно этим нужно 17 этим нужно 24 вообще от количества населения может быть не похоже на самом деле надо тут можно купить мебель плюс настрою каждого поселенца имеющего дом лагерь охотников но у меня нет ничего такого что я могу добывать или набор особых алхимических инструментов получите три вина за 15 или ладно что мне не нужно из того что у меня есть я не знаю что мне не нужно я могу 100 дерева продать это будет 6 6 янтаря 006 допустим пять овощей это мало часть и дорогие но также я их не могу производить еще 100 дерева тоже дерево добывается очень быстро 200 еще 100 и купить инструменты или мебель почему я не могу это или мне нужно и не не понял как это работает потому что внизу клацентит купить денег не хватает не на тип я на 13 предлагаю я хочу за это 12 а то плюс еще или мне нужен именно янтарь что мне нужно сначала понятно 10 интеря стоит 12 интеря интересные цены 10 интерьер 50 камня чертежи перки только за монет ясно ахтеня 25 камня может быть так я бы хотел еще инструменты но дорого 1 наш при перерыв забыл ну блин тут нет нормального момента чтобы закончить чтобы чтобы прерваться гоу сейчас докопаем сюда и тогда паузы перерыв так чем я еще здесь нужно все еще нужны всякие такие вещи мне нужно продавать еще нужно продавать именно на 25 на самом деле зачем мне солнце дикого пламени получится еще немножко кореньев у может быть керамику кстати но хотя блин керамику это сложно короче я буду считать что эссенцы дикого пламени не особо нужно это не то что хотел открыть и это можно доставить и получить более частых торговцев и еще три эссенцы дикого пламени так что я потратил 2 получил 3 выгода и плюс чертеж швейная мастерская то есть я все таки могу производить шерсть наряды из тканей просто из одной ткани 10 нарядов или это почему она тут шерсть и там наряды также я могу из кожи плюс плюс мясо или нефти и того и другого у меня нет производить брюки также из кожи плюс краски производить свитки дождевая мельница я выращиваю коренья я могу выращивать коренья чтобы производить муку и также более эффективный набор стройматериалов я думаю я возьму мельницу чтобы построить нужные доски с которыми проблемы нужно больше бобров почему вы вот это вот потому что у вас тоже стоит блин почему она так ферме там есть типа я могу тут производить ягоды растительного окно я могу построить сад трав который производит коренья травы у меня не особо много мест где я могу построить это но это нужно поляны выкапывать ну или хотя бы вот здесь у меня будет пять клеток но проще мне кажется либо снести эту ферму либо переместите и поставить вот так вот мука из пшеницы же так из пшеницы либо кореньев либо грибов меня очень напрягает что вот это вот избегать открытия полян она его избегает даже если отметить руками это странно ну ладно тут пшеница медь травы со всем этим я ничего не могу сделать потому что у меня нет лагеря собирателей и у меня нет лагеря травников поляна открыли давайте перерыв и продолжим минут через 10-15 поедем подождем пока не пройдет буран потому что в буран я не хочу открывать поляну и после этого откроем опасную поляну и посмотрим что там такого опасного но это через минут 10-15 ну что поехали поехали сюда мы прорубились может быть я хочу включить вертикальную синхронизацию кстати может она не будет так вроде чуть-чуть получше но все равно не очень ладно сюда прорубились травы и пшеница которая ничего не могу сделать особо и теперь ближайшие несколько минут никуда прорубаться не стоит это активно это минус 8 общий настрой и это печально сваливать чуваки всякие начинают когда у них меньше нуля остается что она типа минус уходит или как так же а никто не работает можно тростник а типа это до лимитов качалась она и трес закончились понятно чем я тут еще было тут все собирают тут наборы стройматериалов уже есть пять штук мне в принципе нужны наборы злаков которые я могу в других местах строить и наборы пайков которые я не могу в других местах строить правильно штук пивоварня может крафтить наборы злаков а кухня может крафтить наборы пайков нет что-то у меня еще могло мельница могла производить наборы стройматериалов и я могу ее построить пусть будет здесь пусть будет здесь или стоп да это не мельница тут все кончилось накопчености и тут кончился брон так что можно прорубаться в какую-нибудь в какую-нибудь опасную поляну интересно в какую я думаю в эту она здоровенна и она довольно близко так переместить вот сюда очищать ферму с привидениями будешь пока что нет мне по-моему еще не хватает ну нет кстати уже хватает а я сначала прорублюсь в соседнюю поляну посмотрю что там будет если там ничего срочного то то сюда мельница построилась мне нужны бобры на нее если я делаю конкретный набор стройматериалов тут их можно выключить а у меня кстати новые новые поселенцы ну бобра и людей явно ящеров так и оставим меньше всех и здесь больше места в домах или же этот краевой камень исчезнет если вы решите снять игру с паузы перед его выбором при подборе этого краевого камня вы потеряете все хранящееся топливо но плюс производства древесины мне кажется нет древесины и так полно так что лучше лучше место в домах окей сюда бобра а сюда тогда я человека отправлю а сюда еще бобра может во время брана прорубать поляном дорогу но не до конца вариант так у меня в теории есть колени чтобы делать муку у меня нихрена нет чтобы делать краску так что это мы вообще не трогаем а этот приоритетом из 8 досок 3 а тут из 10 досок 3 да и где эти наборы вот мне нужно 15 так что вообще лимит 15 а набор из лаков и пайков и этого я пока что по 3 оставлю а тут нет источника камня по моему у меня уже вообще нет источник камня и это нехорошо так что просто уберем отсюда бобров и отправим их сюда сюда а у меня нет еще одного бобра не человек тоже сюда потому что это работает как ферма как фермерство антикли лагерь подальщиков не имеет источника там есть два стака яиц тут есть три стака кореньев. Это более хороший вариант. У меня еда как-то заканчивается постепенно. Ладно. Тут можно было бы получить насекомых и муку. Дороги к новым зонам не нужны? По дорогам быстрее ходят, чуваки. Так что, в принципе, нужны. Типа так. На втором уровне враждебности мне нужна будет из краса каждый буран. Умножается на количество лет. Сейчас четвертый год. Страшно. Тут, кстати, чуть-чуть плодородной земли. Ну, блин, ее совсем чуть-чуть. Окей. Что мы вскрыли? Плодородная почва 18. Отлично. Сад трав с привидениями. Условно отлично. Большой позабытый тайник и заброшенный склеп. Склеп потратит мне весь янтарь и вино и также прибавит очков нетерпения. И мне нужны благовония, которых нет. Короче, у меня есть только инструменты. Это печально. И действующие эффекты. Общий настрой меняется на минус 10 за каждые 10 янтаря в хранилище поселения. А есть ли у меня янтарь? Есть один янтарь. Так что пофиг. Двух людей сюда. И я могу либо... Рабочие в полянном событии могут нести больше вещей. Плюс 25 досок, плюс 30 хрустальной росы, плюс 40 керамики. Отлично. Либо репутация и янтарь. Я думаю, забрать имущество это намного более хороший план. Поехали. Это условно срочно. Сюда нужно 40 из красы. Я получу освещенный сад трав. Коренья 3 звезды. Травы 3 звезды. Ягоды 3 звезды. Это лучше, чем просто сад трав. Да, намного лучше. Тут коренья и травы. А тут коренья травы и ягоды. И увеличивает производство. То есть это тоже надо будет сделать. И так же тут куча пшеницы, которую я все еще не могу добивать. Ну ладно. Так, наборы я сделал. Так что гоуст Дидим. И так же 2 поляна я вскрыл. Так что это куча насекомых, куча камня, инструменты, производство зерна и производство тканей. Отлично. И отлично. И это так же нетерпения понижает. Хорошо. Это тоже сейчас выполнится. Торговый пост, торговец еще идет. Теперь мне наборы не нужны, правильно? Типа можно просто выключать это все. А хотя, не знаю, пусть 3 будут на случай ивентов. Ну или так же топ. Их у меня забрали или они у меня остались? Охрен его знает. В теории забрали. Так, где-то там можно было коптить. Коптить что-то? Да, коптить насекомых. Пусть делается. Выберите чертеж. Коптильня. Можно делать керамику. Только из глины. Глины у меня нет. Можно делать болгавонье, но это не особо хорошо. Кирпичный завод. Кирпичи и керамика. И хрустальная роса. Травы, камень из краса. Мне нужна хрустальная роса, чтобы делать инструменты, по-моему. Это, в принципе, нормальный рецепт. Плюс более эффективные кирпичи тоже всегда хорошо. Или таверна. Мне сейчас особо не есть, чего крафтить, по-моему. Правильно? У меня есть пивоварня. У меня есть корень, в принципе, но у меня нет бочек. Так что, я думаю, из этого все-таки возьмем кирпичный завод. и сразу построим. Так, и здесь я смогу получать коренье и травы, а здесь я смогу получать овощи, зерно и хрустальную росу, кстати. но так же хрустальную росу я смогу сейчас сделать и на этом заводе. Но там я и смогу добывать с полей. Может быть, это более эффективно. Глина у меня какое-то количество. У меня 30 глины, так что какое-то количество керамики я сделаю. Сюда только камень. Сюда можно смолу, она добывается из деревьев. Окей, ну и, кстати, о деревьях. Может быть, прорубиться к еще одной поляне? К этой? Или к этой? Или к одной из нижних? Я бы хотел вообще прорубиться к неопасной поляне. Может быть, просто тупо к этой? Она близко. Она не опасная. Посмотрим, что это мне даст. Сюда не хватает досок. Можно использовать кирпичи. Может быть, стоит просто включить. Кирпичный завод сейчас будет. Водережнецов не имеет поблизости источника. Тут было много тростника. Также новые указы. Почему этот красный? Страшно. Набор товаров или сохраняйте настрой бобры 26 в течение 120 секунд. Производство плюс 2 ягоды, производство плюс 2 коленя. Это полезные бонусы. Ну, у меня сейчас настрой 16 у бобров. Ну, гоу, попытаемся разогнать бобров. И красный указ. Набор предметов роскоши. Я могу их крафтить. На сенце дикого пламени несколько поселенцев и кирпичи. Или 15 наборов пайков. Я тоже могу их крафтить, и это легче. И 150 дерева. Это вообще пофиг. И 4 новичка. А в остальном по сути то же самое. Мне кажется, это проще. Хотя у меня сейчас дерева столько нет. Окей. Что мне нужно для прокачки бобров? Печенье я не могу делать. Соленья. А я, может быть, могу делать. По-моему, даже было здание, которое, может быть, может их делать. или нет. Или да, пивоварня. Но она у меня построена. Но им, опять же, нужны всякие бочки и прочие подобные вещи. Я могу ее построить. Наряды, опять же, хрен его знает. Отдых, образование, роскошь. Короче, я нихрена для бобров не могу сделать. На 5 можно повесить настроение кнопкой, но это на 5. Мне нужно на 10. И надолго. Бородатая Ренни, спасибо за 10 рублей. А игра в раннем доступе или что? Просто хочу опробовать весь контент раньше тебя, чтобы потом как-то, чуваки, в комментариях писать, что ты не умеешь играть в рогалики. Почему люди тебе так пишут? Игра в раннем доступе, в остальном ничего не знаю. А Драгондор, спасибо за подписку 3 месяца. Кирпичный завод. Я поставлю лимит на 20 кирпичей, наверное, и 20 тканей. И на 10 хрустальные росы. А керамика пусть без лимита производится. Добрай человек сюда. Можно дорогу сюда. Не, нельзя, потому что... Ладно. Потому что тут вот это вот вся пшеница. Мне кажется, все-таки вот это вот этот сад трав будет лучше, чем та ферма. Так что сначала его сделать. Я могу и то, и то, но не одновременно. Но также мне нужно три свободных бомжа для этого. Свободных бомжа мне прямо сейчас особо нет. и от печатных. Торговец прибыл. Мне вообще нужны наборы пайков 15 лимит. И тогда мне сюда, наверное, нужен человек. не уверен. Сбор урожая быстрее, торговцы будут ехать быстрее, дровосики ходят быстрее. Не, ничего из этого мне не нужно. Ресурсы на земле нельзя уничтожить. А вот хрен его знают. Можно. Чтобы не мешали. Пусть будет пока что. Хрен, они, блин, настолько медленно это все прокапывают. Непонятно. Ладно, избегать открытия поля. Где у меня? Вот здесь у меня второй лагерь, дровосеков, в котором нет вообще дерева. Тоже избегать открытия полян. Переместим сюда куда-нибудь. Можно вот сюда и докопаться до двух полян сразу. Это ведь не уничтожит подородную почву. короче, короче, откупайте так. А тут никто не работает. Почему? Потому что стройматериалов достаточно? Видимо. не уничтожит. А сюда нет ресурсов. А сюда нет ресурсов. И на свитке тоже. Ладно, бобров отсюда уберем пока что. Это отсюда тоже уберем. 15 их 23. Где-то что-то не золочено. Я не понимаю. Так, выключен? Так, включен? Или это включить-выключить? Ладно. Набор пайков. Тут у меня примерно все закончилось. Недостаточно пищи. И вот где мне взять зданий, производящих пищу, если у меня нет доступа к этой пище особого. Води падальщиков может быть там. Че у меня тут один есть? И... Че-то они не очень. Ну, можно, наверное, второй просто построить. я могу устроиться на меди. Ладно. Торговец уже ушел. тут три минуты, и тут три минуты. вообще на самом деле я трачу пищу на наборы пайков, так что пока что стоит их выключить. на муку может быть тоже. Сюда пока что ящеры и бобра. сюда одного убрать. Я поставлю лимит на простые инструменты. если найду, где они находятся, блин. 15 пока что. Доски лимит 20, у меня 31. по-моему, тут что-то где-то не работает. Ну, ладно. Бурон кончился. Это можно вскрывать. Эта ферма дает овощи и зерно. Наверное, это считается едой. Эта ферма дает ягоды, коренья и травы. Наверное, это тоже считается едой. из сушильни я уберу одного ящера. Я отправлю сюда вот этих вот троих и восстановим. Погнали. Новички ждут новый кривой камень. Так. Древняя скрижаль за каждое второе завершенное полянное событие. Или коренья три в минуту. Три в минуту это довольно мало. пища риб, кстати, да. Ну, коренья, наверное, считают с пищей. Да. может быть, пока не брать новичков. Производство плюс два керамика с каждого урожая какого-то. С каждого урожая керамики. Благовоние, косметические средства, мука. Так. А здесь насекомые и мука. Так. Я возьму новичков. Может быть, они придут с шарстью. Но эти придут с зерной. Сырым есть? Нельзя. Я думаю, так. Я сразу отправлю этих новичков сюда. И заберем немножко насекомых и немножко муки. Так. Пища есть. Чуть-чуть. Мука, по-моему, не считается пищей, но, может быть, из нее что-то можно сделать. Можно ли из нее что-то сделать в моих существующих зданиях? Не здесь. Не здесь. Копчености из муки тоже не делаются. Также наборы пайков считаются едой. Нет, правильно, они только для торговли. Как и наборы злаков, но они сейчас не производятся в любом случае. Ладно. Не, я сюда все-таки верну бобра. Но он сейчас ничего не делает. Тут есть человек, но не делает ничего, потому что строим материалы по максимуму. Можно просто убрать. а тут кирпичи нужно выключить. Но ткань пусты остается. Это все не тратит еду. Пробавить в пути. Ладно. Мне бы древесины побольше. Но что-то эти чуваки не хотят. Хотя они, блин, уносят на километр. Я могу построить еще один склад, чтобы они ближе приносили? Могу, правильно? Типа, чтобы они не туда таскали, а здесь все оставляли. Также я все-таки снесу эту пшеницу. У меня нет ничего, что может ее добывать в ближайшее время. О, это создает плодородную почву. Окей, тогда я явно снесу эту пшеницу. Проведу дорогу так, чтобы она минимум плодородной почвы затронула. А, это потому, что я ее сношу во время правильного сезона? Это так тоже работает? Валю с огорода. Не, не плюс огорода сюда не достает. А сюда достает это под под деревом, но это нужно в эти дровосяки сюда переместить когда-то. Поляну вскрыли, на поляне ягоды, еще пшеница, еще плодородная почва, пшеницу можно точно так же снести и получить чуть больше плодородной почвы, мне кажется. Причем она даже ауешняя. Ягоды мне есть чем собирать? Лагерь травников? Нет. Так что туда же. И можно сюда ферму воткнуть какую-нибудь. Сад трав или плантация. Плантация дает ягоды и растительное волокно. Сад трав дает коренье и травы. Коренье и травы мне кажется мне больше нужны. Окей. А это поляное событие там? Ладно. А это поляное событие здесь закончилось. за 75 печенья. Это я не понимаю как работает. Ну и сюда мы назначим людей и пусть они я могу переместить эту ферму чтобы она побольше покрывала. Типа так я еще 4 клятки получу. Наверное так стоит. где грибы я не понял на этой карте нет по-моему. Ладно. Немножко улучшили ситуацию. А освещенный сад трав не имеет поблизости огорода. Да, это мы сейчас исправим. Типа так хотя оно даже больше. И сюда тоже пару людей. Я не понимаю этот бонус. Я буду получать за каждые 75 печенья которые у меня есть плюс производство трав и кореньев или я просто получаю производство трав и кореньев и за 75 произведенных трав и кореньев я получаю печеньку. не ясно. Это что, не будет смерть от голода? Будет. Потому что это сейчас типа осень. и сажать всякие вещи мы будем весной. Удивительно. За произведенные печенья. Но, к сожалению, я не произвожу печенья. Так что увы. Увы. Так, что еще сейчас можно сделать? Можно сдать стройматериалы уже давно и получить скорость поселенцев слитки меди, которые не очень нужны части. Плюс чертеж. Лагерь охотников не нужно. У меня нет ничего из этого. Кладовая может производить наборы пайков. Муку и бочки. Окей, бочки это это хорошо. Почему бочки делаются из меди или из росы? Непонятно. Но почему-то. Но бочки мне очень нужны. Или пекарня, печенье, пироги и керамика. У меня нет глины. По сути, у меня есть 12, и это все, что у меня есть. Так что с этим я ничего не могу сделать. Печенье и пироги в теории я могу производить, но мне кажется, кладовая это более хороший вариант. и поставим ее вот здесь. Места сбора, что? Склады типа? Или что? Или очаги. Да, временный очаг и склад. Я могу еще этот тайник в принципе разобрать, но это кирпичи, бочки, которые мне нужны и наборы товаров, которые мне тоже слегка нужны. И это 10 инструментов, у меня есть 17. Так что го, вскроем бобрами. Сюда тоже бобров. Меди у меня 26, хрустальные росы у меня 14, но она производится в принципе. Так что я просто включу и то, и то. И пусть делают. и я поставлю лимит на бочке. 10. На керамику 30. И на бочке, ну пусть будет и там, и там 30. Керамика у меня производится, но особо, особо не из чего. Окей, теперь тогда можно и пивоварню какую-нибудь построить и производить что-нибудь. Проблема пивоварни в том, что у меня нет таверн, так что Эль, мм, соленья. Окей. Эль мне девать некуда, но вот соленья бобрам вполне, вполне в тему. А мне все еще нужны наборы пайков. Я поставлю 15 лимит. И уже у меня нет таких проблем с едой. Так что пусть производится. Пусть производится в колодовой. Из ягод. На самом деле с едой у меня все еще есть проблемы. соленья из кореньев. И овощей с грибами, но овощей с грибами у меня нет. Эль, в принципе, тоже можно, но ему нужен лимит. 10. Но пока что я не буду ставить. А, ну и сюда нужно людей. Надо найти, где у меня люди задействованы. И где они при этом не нужны. Не, люди в основном на фермах. И там они вполне нужны. На кирпичном заводе можно убрать. И в кустарной мастерской можно убрать. И в принципе она мне уже особо не... Ну, нет, ткани все еще нужны, но пусть тут ящер работает. Плюс указы последние. Каменные дороги. Это... С одной стороны изи, с другой стороны не очень изи, потому что камня у меня не очень много. Но он у меня есть. И... он у меня не добывается. Так что это может быть проблемой. Древние скрижали тоже могут быть проблемой. Инструменты зачистки. Получите 15 кореньев за каждую открытую поляну. Плюс новички. Плюс шашлыки. Здесь же простые инструменты керамика и интарь. В принципе можно купить камня. Может быть и построить 30 дорог. И это все довольно полезно. Гоу так. А вторая цель 15 простых инструментов и наборов стройматериалов. И я получу сбор урожая быстрее и рост злаков быстрее. И плюс производство печенья. Или же цель 40 огородов. У меня скорее всего уже есть. Набор злаков немножко сложнее. Общий настрой плюс 3. Хм. Блин, это сложный выбор. И то и другое в принципе выполнимо без особых проблем. Общий настрой плюс жителей или фермерство лучше. Печенье я не произвожу, так что это не помогает. Хотя наверное я могу его производить. Гоу такое. Окей, что насчет каменных дорог? У меня есть 25 камней, так что я могу сделать 25 каменных дорог, но тогда у меня камень кончится. Надо вскрывать поляны. Проблема в том, что они все опасны. Тут вот есть несколько не опасных. Так. сейчас буран пока что поставим избегать открытия полян и там и там. Но вот так вот. Ящери снижен настрой. А, до минус одного? Почему? Чисто потому, что буран и тьма подступает и лесные ужасы. Страшно. Можно вот так вот сделать, тогда у тех будет снижен настрой. Ящеров у меня меньше всех, так что будем надеяться, что буран пройдет быстрее. Чем ящери свалят. но он до минуса. Если убрать бобров слесопилки на время бурана, это снизит угрозу? да. Типа это снизит то, насколько повышается враждебность? Нет? Ну или да? непонятно. А уровень угрозы, он не только растет. ясно, понятно. Ну тогда ладно. Магерь падальщиков можно переместить вот сюда, и это последнее, что я могу им собрать? Нехорошо. Тем более тут есть, уже есть еще один. Торговец прибыл. Окей. Камень? Глина? Камень. 20 камня. Глина на самом деле тоже не помешала бы. Производство муки нет, лагерь травников. Не, ну у меня есть ягоды и травы в паре мест. Я думаю, я выкуплю весь камень и всю глину, учитывая, что у меня всего этого нет. Я не знаю, чего я на 20 добавляю. Типа, вот эти вот три штуки от 15. наборы стройматериалов мне уже не нужны, правильно? Да. Ну, на единичку можно докинуть там, не знаю, керамики. Во. Нужны? Мм, да, нужны, блин. Печально. Лес мне тоже нужен, набор пайков тоже мне нужны. Наборы товаров? Наборы товаров мне не нужны. Наборы злаков мне тоже не нужны. Нужны товары? Ага, настрой бобры, наборы пайков, наборы стройматериалов, простые инструменты, мостовые, наборы товаров вроде бы нет. В последнем указе стройматериалы, инструменты, пайки. Все. Не, но есть. Почему оно не сохраняет? Что я еще сюда добавлю? Зваки. И теперь каменные дороги. Я не знаю, сколько это. Построен 32, а мне нужно построить 30, так что это даже больше, чем нужно. Можно отменить. кто-то. 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 Так, кто-то. 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 бобры рубите новички ждут кривой камень мать кривой камень для начала вы сможете увидеть содержимое не открытых полян но открытие опасных или запретных полян убивает поселенцев я думаю блин я думаю я не то не то не хочу потерять все все топлива это плохой план это тоже плохой план так что отклонить отклонить и я могу взять больше керамики или глина из глины делается керамика 10 10 глины это сколько керамики где это делалось 10 глины это 15 керамики и еще одна глина останется так что это явно более хороший вариант молитва дровасяка хороша дерево не настолько нужно так тут почему никто не работает потому что лимит бочек достигнет видим а это все не есть чего делать так я хочу подключать наборы пайков потому что у них достаточно для для моего коста недостаточно пищи опять через какое-то время урожай созреет ну да это проблема может быть я хочу здесь построить малый очаг кстати что почему я не могу тут построить типа он не может пересекаться с обычным очагом или в чем дело поляна вскрылась месторождение морского кабачка ягоды и медь не то что мне нужно что точно карте есть типа корень и яйца это все должно быть травы хотя травы мне нечем собирать но нет опасная поляна живая материя также яйца и травы живая материя угрозы через 8 минут вызывает у людей болезни и создает новые наросты не но в принципе если у меня и так нет пищи то эффект что пищи пропадает мне мне как-то пофиг не также я перемещу это все вот сюда проведу туда еще дорогу не буду прорубаться к этим двум полянам так и вот эти вот две штуки можно переместить это будет еда ну тут можно тоже дорогу так это мне нечем собирать это мне есть чем собирать это дает в принципе глину и корень но тут и так собирается надо сюда еще человек ладно а чтобы построить очаг нужная сенция дикой памяти которой у меня нет понятно ясно так каменные дороги кстати выполню и мне за них дают всякие вещи которые не еда так что можно сразу доставить хорошо я сейчас выполню вот это вот как раз получилось ансу дикого пламени и новичков можно будет да хорошо поясни за рогалики но в смысле это игры в которых процедурная генерация которая создает разный разный геймплей в разных ранах так проще проще всего объяснить так наборы стройматериал где у меня все производится я не помню наверное здесь на мельница и из досок и почему их нет потому что тут никто не работает это многое объясняет также проблема в том что если я там из досок всякие вещи произвожу то у меня древесина тратится на доски быстрее быстрее чем ею производить на самом деле доски а тоже пока что выключу вот древесина и пайки выполнена готова и теперь можно обратно включать эти вещи так стройматериал включены доски включены набор из лаков можно выключить наборы предметов роскоши у меня все равно их не из чего делать кстати из эля нет наборы пайков выключены копчености не из чего это еще не закончилась это уже закончилась правильно они уже награды разносят они уже награды разносят хорошо можно получить чертеж еще один швейная мастерская это мне в принципе нужно но опять же нефти и мясо у меня нет бурдюков красок для свитков у меня тоже нет но шерсть поднимет настроение бобром здесь можно в принципе все это делать но нужно ли она и таверна а таверна это хороший план у меня в принципе есть все для производства или и даже есть само производство или по моему одна эта хрень все еще разбирают постепенно чуть нефти бобры бомжуют да кстати убежище пара домик ко мне вообще нет и печально также по моему я не успею прорубиться эти поляна особенно если я буду прорубать вот это вот все может быть так больше поможет давайте быстрее это секунд бобры вперед тормозные животные серьезно у вас блин галочка стоит избегать открытия полян ну ладно слишком тормозные животные слитки меди и ящик медной руды я думаю лучше так просто какого хрена вообще вот это вот спирите вообще на самом деле не это все не спирите идите нахрен просто это как не помогает зато плюс репутация ой я могу это сдать плюс отдаст мне новое здание слишком большой уровень угрозы не но это понятно но блин какого хрена они докопали это когда я уже сказал не копать почему у меня больше всего бобров так что бобровая хатка из этих трех у нас доступны 4 ура плюс настроение тут бобры бобры вместо ящеров также отдастают туда удобно на полянах репа не искре стену я был тайник где-то это плюс один репутация и у меня достаточно инструментов но это плюс один сюда нужно ящик например этот рабочий получает при спецконстрою на самом деле могу я это переместить куда-нибудь не очень куда хочу не могу тебя бы хотел тут поспиливать но тут некуда можно дом один перенести или нет потому что у меня нет дерева нам 0 дерева логично краевой камень и новички плюс один к настрою людей за 70 благовоний или плюс три набора пайков за каждого нового поселенца это полезнее потому что был кого не не произвожу вообще а поселенцы у меня сейчас будут это будут поселенцы с грибами это сейчас отвалится и ура нормальное настроение у всех так производите эль из кореньев эта штука делает коренье нет это что-то делает овощи зерно но кстати стоп из зерна эль тоже производится но мне не хватает из красы и всего остального инструмент тут тоже работают и я их когда-то где-то производил наверное можно назначить трех чуваков у бобров 21 настроение я могу сделать так и у них станет 26 и мне нужно чтобы она минуту типа или две минуты было 26 не она станет 25 почти надо жилища бобров строить но у меня ни хрена нет досок потому что у меня ни хрена нет дерева логично я могу просто выкупить доски ловушки позволяют вам ловить насекомых питающихся грибами получить одного насекомых за два гриба это круто если бы у меня существовали грибы на этой карте дровосеки ходят быстрее тоже вполне круто фермер может нести больше вещей за раз это тоже вполне хорошо но я думаю я возьму просто кучу дерева плюс чуток инструментов может быть так не настолько у меня нету у меня 31 есть плюс чуток керамики какой-нибудь сдать товар а кстати да они мне уже не нужны ни зачем так 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 тогда это я пока что не беру смысле не сдаю и куплю вместо этого скорость дровосеков стоп почему он так сломалась непонятно скорость дровосеков и инвентарь фермеров почему она сюда закинуть стоп это баг такой что она сюда закидывает эти монеты которые я отсюда убрал теперь я сейчас могу что-то купить на монеты которых у меня нет это странно но видимо я мог но тогда на один инструмент меньше или на два и чуть больше керамики и теперь можно строить бобродомики только блин все же перемещу сюда лесорубов и вырублю вот так вот лес с едой все еще какие-то дикие проблемы поляное событие завершено плюс 1 репутация тут у меня уже есть искрасса можно восстановить ферму или можно разобрать его на зерно и овощи но мне кажется восстановить это более хороший вариант это будет минус настроение на 2 минуты по сути гоу тут ничего уже не нужно наборы срыв материалов мне на самом деле тоже уже не нужны так что этих бобров отсюда тоже мы убираем недостаточно пищи опять торговать уже ушел печально вот это вот странно что она как бы в радиусе я могу просто переместить так это будет эффективнее медь нужна на громад вот я скорее всего смогу убрать дровосеков и понизить что она не нужна будет также это медная руда у меня еще 35 и мне нужно потратить 35 ну а а а а а а Ферма Доделалось Так я получаю Две клетки справа Натеряю две клетки слева Так что В принципе можно и не перемещать Можно добавить сюда людей И можно Как это работает Что я все три рецепта включаю И они типа равномерно эти все три вещи Добывают Или как Может быть мне стоит больше зерна добывать Не уверен Также огороды Вот так Без этого Окей Это переместить сюда Это переместить туда же И вырубать еще дальше Тут она как-то в перемешку все растет Так что может быть они просто в перемешку рандомно Все это делают Глины у меня полно На что я ее тратил Не на бочке Явно Хотя их у меня тоже полно на керамику Я в принципе глину массово тратил Или у меня сейчас нет Соленья у меня сейчас тоже нет Теперь будут Наборы злаков мне не нужны Сюда можно и слитки включить Доски я куда-то массово потратил Кстати Ну ладно Бобровые хатки Так это вообще что? Это Пост Таева куда-нибудь подальше Странно что я вообще Можно перенести Ну ладно И вместо него хатку И сюда еще хатку Запустить Запустить Настрой кнопки Пока не гроза Может быть Проблема в том Что уже гроза Так Тут мы делаем уголь Которого у меня 79 Тут мы делаем кирпичи Из камня И из глины На самом деле Копчености Из всего Но всего нет Тут только ткани Может быть Сюда еще Кого-нибудь Значит Разниженный настрой Я думаю Лесорубов пока что Убрать По крайней мере Часть Сработает Сработает Я на самом деле Думаю Стоит еще К одной поляне Когда-нибудь Прорубиться Так что Пока что Начнем Потом посмотрим Оказывается Я включил И сюда тоже Травы Это не еда Окей А что с травами Можно сделать Я могу где-то Посмотреть Видимо нет И видимо В данный момент Ничего Каждый раз Когда поселенец Умирает Или уходит Вы получаете 10 интеля Или же За 20 Морских кабачков Вы получаете 2 интеля Не, ну это Явно лучше Но так же Ммм Кем они добываются? Ага Бобрами Окей Пробустим настроение Бобрам Получится еще Одну хатку Вот сюда поставить Так И прорубятся Новочки ждут А новички с едой Чуть-чуть Пока же так Ну вот 26 И все А дальше У них нихрена Не растет настроение Почему-то Не совсем то Куда я хотел Это переместить Но ладно Что-то они такие О, настроение 22 Ква-цэш Плюс 5 Такое О, 27 Поднимается До 25 И все Стоп Дальше Дальше нет Запихаю в дожди Сборник Так и так Нравится Или до конца Раны и дроп игры Не, ну так-то нравится Но посмотрим Во, 2 минуты Риб здесь Рясы Недостаточно пищи Может сюда ящера Тут не было, что ящера Его общий настрой Плюс 1 И, блин У них настрой не упал Потому что недостаточно пищи Видимо Торговец прибыл А, торговец У тебя есть пища? У тебя есть пища Вообще так же Стоп Плюс 1 зерна За зерно Плюс 1 к настрою За каждого Поселенца Имеющего Дом Я такое уже брал Мне кажется Да Оно застакается И будет 2 Зерно я произвожу Так что Взять эти две вещи И у меня кончатся деньги И на еду уже не хватит А, ну я могу продать такое И купить что? 20 такого 20 такого Здесь такого Еще что-нибудь добавить Типа Тогда 20 Да, блин 20 такого Товар есть Да, кстати 15 Но не, не 60 30 Норм Приличной еды За всякие товары Только можно еще 25 И 24 Что-то есть дешевле Чем 0,33 Ничего хорошего Единичку глины Можно добавить Может быть Во Во Теперь достаточно еды Я даже построю еще Бобровую хатку Вот здесь И дорога к ней Окей, поляна Вскрывайся И сейчас Я вскрою поляну Из-за этого Настроение упадет Нет? Нет Гнезда Отлично Средний Позабытый тайник И открытые убежища Открытый вход В древние подземелья Тут доносится Странные звуки Угрозы Убивает все живое В радиусе 20 полей Через 10 минут Настрой всех дровосеков И собирателей Изменен Минус 14 И нетерпение растет Быстрее на 125% Они многовато Радиус подсвечен Там не особо много Но как бы Достаточно много Чтобы зацепить Три бобровых хатки Которые я сейчас строю Ну я получу Древние артефакты Общий настрой Плюс 3 Скрижали И свитки Или плюс 05 Репутации И плюс 15 интера В принципе Если я сейчас Минуту еще проживу С бобрами С хорошим настроением Ну хотя Даже Это мне не нужно Я могу Вот это вот Разобрать Получить 0,75 Репутации Или кучу еды Мг Научи репутации Мне кажется И Через 38 секунд Получить За это репутацию То это мне пройдет Миссию Так Вагерь падальщиков Кстати Можно переместить Один сюда А второй сюда И дорогу туда Для удобства 5 секунд Которые ускорены Так что на самом деле Меньше Окей А если у меня упадет Настроение у бобров То это Зафейлиться Нет Правильно Окей Пофиг Все равно Выполни Уровень угрозы Надо убирать До начала шторма Кстати Да Но это еще 2 минуты Опять же Я пройду Квест ранч Это можно вот сюда И И победа И победа Ок Плюс 70 опыта Плюс 40 запасов А И еще до хрена всего И за это наверное Тоже еще дадут Дофига всего Вроде норм Вроде норм Вроде писали Что это третий ран За сегодня Но это первый Не туториальный ран Но туториалы там Были часа на полтора Даже при том Что я их уже проходил Не убив Не убив ни одного Поселенца Не завершив Ни одного События Что Победите в игре Не менее С чем 25 Бобрами Идеально Ну ладно Можно продолжить Играть Правильно Дает ли это что-то Хрен его знает Но можно Убрать отсюда Бобров И отправить сюда Бобров И посмотреть Насколько это Хрень получится Разберем это И можно тогда Уже и заканчивать У ящеров падает До двух Настроения Можно еще чуть-чуть Ускорить У ящеров падает До одного Настроения И у бобров Тоже все нехорошо Можно еще Один Кривый камень Выбрать Рубка леса Стала проще Или больше Поселенцев Не Ну из этого Рубка леса Ну это бы Это бы пораньше Ладно Все Разобрали Получили с этого Чего-то Можно еще Поселенцев взять Но уже Пофиг Эта хрень Так и останется Или исчезнет На ней Все еще Бобры Так что Непонятно Так и как мне теперь Так двигаться дальше Почва Обычно Вы можете начать Новую экспедицию Не Ну я-то могу Наверное Не сегодня Все-таки Уже Но посмотрим Что там По метапрогрессии Всему такому Наверное На карте Должен кусок Открыться Да Можно дальше Строить еще Поселение И двигаться К знаком Вопросов Но еще раз С этим поселением Ничего сделать Не могу И так же Эта шкафа Показывает Сколько времени Осталось До следующей Дневой бури То есть Типа Четыре Поселения Я могу построить И потом Оно все Обратно Резетница Может быть Это зависит От того Где и как Я их строю Типа Какие-то Будут Меньше Повозки Или больше Повозки Заполнять Ладно Щелкнуть Чтобы завершить Плюс опыт Храм Писарь Шахта Старый Продув Торговец Богатые Поляны Краевой Камень Хорошо Может быть Я не хочу Много всего Сразу открывать Чтобы Миллианты Не путаться Но я хочу На самом деле Больше всего Открывать Дом гильдии Залк клана Погреб Поставки металла Мятежный дух Общий настрой Плюс один За два очка Нетерпения Интересно Плюс Точнее Минусорок Рождествен На каждое место Сбора Улучшено До уровня Окрестности Или выше Выиграть Игру На биоме Алый сад Окей Труба Украшение Ладно Как минимум Сорок поселенцев В конце Лампа Украшение Так Много ачивок Гарпи Благородный Благородный Хрупкий вид Отличающийся Своей агрессивностью Они прекрасно Владеют алхимией И любят работать С тканью Окей Плавильня Баня Бандарня Бандарня Стойка для дубления Щедрые дары Ладно И поселение Бобров Бандарня Может быть Королевские леса На сложность Поселения Цели Выше Победите В трех играх Но это все С прогрессом И там еще Куча всего Без прогресса Наверное Ладно Теперь посмотрим Улучшение У меня Ноль артефактов Я мог получить Три По-моему Не я мог получить Типа одному За Каждые две поляны Или что-то такое Но я это не взял Увеличивает максимум Крылых камней Количество вариантов Увеличивается на один Интересно Но я не могу Это взять Тогда Так Больше ресурсов крепости Когда завершаете Поселение Понятно Осуществлять контроль За тем Что потребляется В вашем поселении И кем Или Получаете Одну дополнительную Начальное очко Что позволяет Взять больше ресурсов Хотя скорость Передвижения Полезна И туда нужны Какие-то Инструменты Оборудование Оборудование Я могу сразу Это открыть Правильно Типа Да Скорость И Прокладывать Торговые пути Или контроль Потребления Или начальные очки Или Дополнительный материал Время производства И можно выбрать Начальное улучшение Овощи Или мясо Типа начальное улучшение То куда эти очки Тратятся Правильно Что я там взял Камень или глину И я Мог после этого Взять В квест Камень или глину Я взял что-то из этого Мне кажется Либо торговые пути Либо Контроль потребления Стоит брать Также можно И эти два варианта Что наверное норм Окей Ну ладно Как-то Так Ну наверное На этом стоит закончить Потому что Если еще один раз Начинать То это еще Два или три часа Так что Продолжим Когда-нибудь В другой раз Наверное На видео В следующий раз Я на самом деле На сто процентов Не уверен Хочу я на видео Или на стримах Продолжать Но учитывая Что На стримах На этой неделе Уже не получится Продолжать Потому что расписание Уже как бы Спланированное И все такое То наверное Когда-нибудь Под конец недели Или Или через пару дней По крайней мере На видео продолжим А потом Может на следующей неделе На стримах Посмотрим Разберемся Но на сегодня Тогда на этом все Я надеюсь Вам понравился Этот стрим Спасибо За просмотр С вами был Ваймс Пока